Приветствую вас. Как мне видится, ваша проблема связана с двумя сторонами, с двумя аспектами. Первый аспект заключается в том, что вы отдаете детям слишком много своего времени, слишком много отдаете себя, все делаете вместе, несете ответственность за них, и тем самым, именно в ответственности за них, вы чувствуете, что они теряют свободу. То есть они привыкают, что вы все время рядом с ними, что вы все делаете вместе, и у них никакой нет свободы в действиях. Вот. Интуитивно это чувствуя, чувствуя, что вы привязываете их к себе, и лишаете их самостоятельного выбора, вы вините себя за это, смотря на то, что делаете для них все. И вот здесь, мне кажется, очень показательно то, что вы говорите, как заставить ребенка делать что-то лучше, если он способен делать лучше, чтобы не использовать с ним отношения. Зачем заставлять ребенка делать лучше? Для чего? Для вас? Это ваше желание. Для него? Возможно. Но, если вы делаете это для него, то, наверное, для него будет лучше, если вы просто скажете ему, молодец, ты сделал хорошо, но я верю, ты сможешь лучше. И этого достаточно. Ругать ребенка можно только за то, что он навредил вам, именно вам, лично вам. То есть можно ему сказать, ну вот как так? Вот я тебе сказала, чтобы ты этого не делал, ты этого сделал, мне теперь плохо. Можно поругаться. Но не более того. Если ребенок что-то сделал, хорошо сделал, похвалите и скажете, врагу, ты молодец, но я верю, ты можешь лучше. Это ребенка простимулирует. А пока ваша позиция, как вы ставите ребенку делать что-то лучшее, если он способен сделать лучшее, для меня не знаю, если честно. Значит, в этом контексте, в этом контексте, я полагаю, что нужно отследовать в себе то, сколько вы готовы отдать своим детям для того, чтобы вы не отдавали им больше, чем нужно. Потому что, как правильно вам заметил коллега, это жертвенное поведение. Жертвенное поведение, дети вас принимают и в будущем будут вести себя так же, как вы. Другой аспект, другая сторона проблемы заключается в том, что если вы не будете выкладываться на полную, то вы будете чувствовать себя виноваты. То есть, у вас есть, скажем так, установка. Я должна делать все, что в моих силах. Я должна выложиться на полную, я должна полностью принять себя. Только тогда я могу чувствовать себя спокойно. То, что я усталый, из-за этого раздражена, из-за этого срываюсь на детях, это не важно. Если я срываюсь на детях, это еще больше провоцирует меня чувствовать себя виноватой. И я, соответственно, еще больше не указал чувство вины. Помимо довольно логичного вывода о том, что если вы не хотите чувствовать себя виноватой, то, наверное, не стоит провоцировать такие обстоятельства, которые делают вас виноватой. То есть, фрики, там, срывы и так далее. А для этого не нужно уставать и заботиться о себе. То есть, для этого нужно, чтобы вы заботились о себе и не уставали. Помимо этого, есть еще и важный аспект детско-родительских отношений, которые присутствуют у вас. То есть, вы, как бы, вы восприняли этот посыл. Что вы должны выкладываться для близких на все сто от своих родителей. Если вы это не делаете, вам, как бы, родители говорят, что вы плоха. И здесь, через возрастную регрессию, через разбор детско-родительских отношений, через повторное проживание вот этих вот эпизодов из вашей жизни, можно от чувства вины избавляться. Тогда скажу просто. Вспомните, когда родители вам внучали подобное поведение жертвенное. Вспомните, для чего они вам его внучали. Какая у них была цель. И после подумайте об ответственности. То есть, какую ответственность несете вы за это, а какую они. Это первое. И второе. Какой хотели бы видеть вас ваши дети? Уставший, измученный, раздраженный. Или счастливый, довольный, полный сил. У кого еще, как не у вас, дети могут научиться заботиться о себе. Но если вы не будете о себе заботиться, то и они не будут о себе заботиться. И тогда все, что вы делаете, не будет иметь смысла. Потому что дети будут руководствоваться только одним. С чувством вины. Так же, как и вы. На мой взгляд, на мой взгляд, это то, чего вы не хотите. По поводу уроков. Тоже подумайте о том, чем так важны уроки. Для вас. Хотя бы. Ну, получит ребенок, там, четверку, тройку даже. Разве это важно. Подумайте, для чего нужны вообще оценки. То есть, какую функцию они призваны выполнять. И тогда, отвечая на ваш вопрос, что важнее всего в восприятии ребенка, я полагаю, можно сказать так. Восприятие ребенка важнее всего воспринимать его, как полноценную личность, имеющую право на свой выбор и имеющую возможность быть партнером для взаимодействия с вами. Партнерство означает, что вы делаете все, что можете вы делать, все, что хотите делать, и не делаете того, что вы не можете и не хотите. То же самое относится и к детям. Вот. Вот. И если ребенок чего-то делать не хочет, это его право не делать это, но ваше право высказать свое мнение по этому поводу и отношение к данному моменту. То есть, если ребенок получил плохую оценку по предмету, который он знает хорошо, вы можете у него спросить, почему так? Почему такая оценка плохая, ну почему ты получил такую оценку? Он скажет, ну вот, ошибся там и так далее. И все. И вы принимаете это. Если вы видите, что ребенок вредит вам, именно, вы можете высказать сопротивление, сказать, что его поведение неприемлемо, потому что оно вредит вам. Но уроки это то, что делает ребенок. Уроки это то, чем занимается ваш ребенок сам. Вы можете ему помогать, если у него не получается команду, если он хочет. Ну а если он не хочет, то вы можете уточнить, почему он не хочет, что именно ему не нравится. И постараться сделать так, чтобы ему это нравилось. Понимаете? У того, что ребенку не нравится учиться, не нравится познавать новое, не нравится ходить в школу. Всегда есть причины. Эти причины редко заключаются в чем-то кроме внешнего мира. То есть ребенок, он, как правило, хочет учиться, но он не хочет делать то, что ему не нравится. Понимаете? Он не хочет делать то, что у него плохо получается. Потому что он начинает думать, что с ним что-то не так. И здесь нужно, если вы видите, что ребенок старается делать, но у него не получается. А здесь нужно просто сказать, сделай что можешь, этого достаточно. То есть простите, но на пройку, на проходной балл, можешь сдать кто угодно. Этого достаточно. Этого достаточно. А вот для чего вам, чтобы уроки ребенок делал? И чтобы он хорошие оценки приносил? Это большой вопрос. Как и вопрос, являются ли хорошие оценки действительно показателем успешности. Поэтому понимать ребенку нужно не как того, кто должен выполнять какие-то действия, которые, может быть, он не хочет делать, а как свободного человека с, значит, свободным выбором. По отношению к себе. Вот и все. И если, если, ребенок чего-то делать не хочет, это значит, что в чем-то, где-то он видит угрозу для себя. Либо боится осуждения, либо боится наказания, либо что-то еще он думает по данному вопросу. Поэтому именно так нужно воспринимать эти детей. Всегда и во всем нужно поддерживать, но поддерживать нужно только в том, в чем вы хотите поддерживать. В чем вы не хотите поддерживать, поддерживать не нужно. Ага, значит, виноватые вы чувствуете себя не поэтому, не потому что вы ругаете. Да, я уже сказал об этом. Ага. Так, значит, дальше. Ээээ, да, которая никогда не ругает. Эээ, ну, понимаете, вот, никогда не ругает, это не та позиция для вас, опять же. Потому что есть вещи, когда, когда, эээ, стоит ребенку донести, что он поступил неправильно. Но опять же, эээ, когда это касается других людей. Других людей, вас, но не его самого. Понимаете? Эээ, значит. Надеюсь, надеюсь, что я ответил вам на ваш вопрос. Эээ, надеюсь, что помог вам. От чувства вины нужно избавляться, чтобы вы были свободны в своих проявлениях. Вот. И чтоб вы могли, эээ, свободно обращать внимание на детей. То есть, чтобы вы, эээ, если и повышали голос, и ругали их, то знали, что делаете это. Потому это действительно есть повод. Понимаете? Какой повод, я уже сказал. А без повода таких, как уроки, этого делать, конечно же, не стоит. Уроки не стоят того, чтобы из-за них, эээ, вот, 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 ругать ребенка. Если, если вы с детства своих детей, эээ, как бы, ну, не только приучаете, да, а показываете, что развитие, что-то новое, это здорово, интересно, весело, познавательно и полезно, то дети сами будут учиться. Но они будут учиться так, как они хотят. И все. Успеваемость никак не делает их, эээ, более успешными в жизни. Постарайтесь, пожалуйста, это понять. На этом все. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.